Говоря о преступлениях россиян, BBC опубликовала материал о том, как россияне с помощью беспилотников убивают людей, просто мирных людей в Херсоне, сбрасывая гранаты с беспилотников, боекомплекты с беспилотников. На самом деле, я вот никогда глубоко в эту тему не углублялся, в Херсоне я не был давно, но недавно туда попал мой товарищ, и он своими глазами, он просто вот говорит, я видел это как просто над жилыми районами, просто на низкой высоте летит самый маленький обычный FPV-дрон, то есть, да, ну, самый вот такой, который можно там купить за 500 баксов условно, да, вот, и он держит внизу гранату, у него она прикреплена, и вот он летает, и как будто выбирая, грубо говоря, жертву, на которую сбросит эту гранату. Причем, мы говорим не о военных объектах, эти гранаты сбрасываются, ну, просто на людей, которые стоят в своем дворе, там, курят, разговаривают с соседями. И эти видео, эти случаи зафиксировало BBC, смогло их верифицировать. Ну, я понимаю, что, ну, глупо задавать вопрос, зачем это делается, да, ну, просто вы, опять-таки, как, вы в Израиле точно знаете, как ведут себя террористы, да, и не нам вам объяснять. Ну, какая-то, ну, это реально похоже на сафари определенное, да, то есть, убей мирного человека гранатой. Вот, я не могу понять, это что, там, устрашение, или это просто, ну, говорит о том, что, ну, это просто, там, человеческое все у этих операторов-беспилотников, да, их там нет, у них ничего человеческого. Просто, возможно, у вас какие-то мысли по этому поводу есть, потому что мне вот даже сложно как-то вот, ну, понять, как такое может происходить. Мысли мои на этот счет довольно банально прозвучат. Это отсутствие, это низкие, назовем так, низкие моральные качества без тех операторов-беспилотников и, вероятно, их командиров, если это происходит санкции командиров, либо низкие моральные качества и отсутствие воинской дисциплины. То есть, может быть, у командиров и нет таких приказов, но в любом случае они не мешают действовать таким образом, а ведь могли бы и помешать, при желании, да, поняли, что подчиненные ведут себя неподобающе, назовем это так, почему бы ситуацию не исправить. Но мы этого не видим. Предположу, что здесь рука руку моет, то есть, низкие моральные качества на фоне ненависти к украинцам, есть накопившаяся ненависть, отсутствие приказов, дисциплины и попытки остановить подобные действия. И вот тогда вот это все античеловеческое во время войны прорывается. Если нет дисциплины, нет моральных преград, мы видим соответствующий результат. Я не думаю, что это какая-то глубокая стратегия, в буквальном смысле спущенная сверху, хотя, возможно, на тех или иных уровнях желание запугать украинцев, нанести их максимальный ущерб, что называется, убить побольше людей, создать побольше проблем. Безусловно, это существует тоже. Но я бы просто вот так вот почему-то сделал такую интуитивную мысль, это именно в отсутствии моральных преград и воинской дисциплины. Хотя, впрочем, воинская дисциплина в данном случае подразумевает, что есть какие-то приказы запрещающие, их нарушают. В том, что есть приказы запрещающие, хотя бы где-то у меня есть глубокие сомнения, но могу заподозрить, что в некоторых частях российской армии, в некоторых с этой дисциплиной лучше. И там, например, и берут пленных, они убивают пленных направо и налево и действуют более, скажем так, более ближе, несколько ближе к тем или иным нормам. Кстати говоря, такого рода действия, они не просто делают тут даже не в моральном, не в моральных преградах или в моральном уровне, а в том, что такого рода части и подразделения, которые действуют более, хотя бы более-менее в соответствии с нормами, они, как правило, более боеспособны. Если командир способен среди подчиненных наладить вот эту дисциплину, не допустить разного рода беспредела и преступлений, ему есть на кого положиться в большей степени и наоборот. Беспредельщики в итоге, это, мягко говоря, далеко не самый боеспособный контингент, но судя по тому, что мы видим по реалиям российской армии, вот этот беспредел, отсутствие моральных прегад, это абсолютно массовое явление. Друзья, вы видите, в каких обстоятельствах записывается это интервью, видимо, уже на второй круг пошли беспилотники, потому что опять слышу этот проклятый звук этого мопеда, не знаю, я думаю, мне снится будет, наверное, до конца жизни. Если уж, я всегда думал, что война звучит совсем не так, она звучит, как проклятый мотороллер, вот сейчас просто в Киеве. В общем, друзья, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, на самом деле, прислушивайтесь к ним, это очень важно. Если говорить о вот этих преступлениях всех, то сразу возникает вопрос, что могут сделать союзники Украины для того, чтобы помочь остановить этот беспредел как можно быстрее. И вот здесь, на самом деле, как ни крути, но видим, короче, все наши ожидания о том, что что-то изменится радикально до выборов Соединенных Штатов, эти ожидания не оправдались. Более того, Владимир Зеленский заявил, что лишь 10% от обещанной помощи до конца 2024 года получила Украина, 10%, друзья. И вот тут сразу интересно, Давид, понятное дело, что это отображается на ситуации на фронте, понятное дело, что там нет паритета по боеприпасам, есть определенные проблемы с вооружением, с тяжелой техникой. Но вот если говорить в целом, да, вот по каким-то отдельным, может быть, аспектам, то есть из того, чего нам недодали в 2024 году, о чем шли разговоры, да, вот что критичнее всего повлиялось на ситуацию на фронте, по вашему мнению. То есть какое замедление, каких именно видов там помощи, да, в итоге сыграло на руку россиянам более всего? Я думаю, что если мы говорим о помощи, потому что на самом деле причины неудачи и наоборот продвижения россиян, они несколько более широкий характер носят, чем только помощь, но помощь это важнейший аспект. И здесь я буду банален, в первую очередь это боекомплект, это самые базисные средства вооружения и поражения, то есть артиллерия, артиллерийские стволы, это и снаряды, это ракеты к установкам Хаймарс, это мины и минометы, это базисное инженерное оборудование, базисная легкая бронетехника в массовом количестве. Тут как раз дали, не дали, то есть что обещали, я тут не уверен по этому вопросу, но разного рода бронированные внедорожники, бронированная техника, которая позволяет делать более пехоту, более маневренной, более защищенной, это тоже все важно. Так что самые базисные вещи, отнюдь не лишние F-16, которым еще не успели обучить пилота или какая-то хитрая ракета и даже разрешение бить по территории России ракетами атаками. Хотя, если бы это разрешение было дано вовремя, украинцы могли бы подловить российскую авиацию несколько раз на определенных местах и вообще российские объекты кое-какие подловить. Но я бы сказал так, это война количеств, война массовых огневых возможностей, и поэтому, если бы было больше того, вот тех простых достаточно вещей, на первый ряд банальных, которые я перечислил, была бы ситуация безусловно лучше. Друзья, ваши слова поддержки для жителей Херсона. Если вы смотрите нас оттуда, то напишите, пожалуйста, как часто вы видите конкретно вот эти вот впиведроны, которые скидывают боеприпасы. Ваши мысли о том, что Украина получила лишь 10% того, что ей было обещано до конца этого года, пишите обязательно в комментариях. После того, как лайки поставите, это поможет большему количеству людей увидеть нашу сегодняшнюю беседу. О Северной Корее еще коротко хотел бы обсудить, Давид, раз уж я анонсировал, значит, главное управление разведкой утверждает, что Россия уже перебросила к нашей границе около 7 тысяч солдат из КНДР. Горькую, на самом деле, жуткую правду Владимир Зеленский снова сказал, на самом деле, он говорит, сейчас все просто смотрят и ждут, смотрят и ждут, когда северокорейцы начнут наносить удары по украинцам, начнут убивать наших военных. И мы могли бы ударить превентивно этот цитат, ведь у нас есть возможность, но Америка, Британия, Германия просто наблюдают, не разрешают делать этого, говорит Зеленский наверняка об ударах по территории Российской Федерации, о сосредоточении северокорейских военных. В целом 7 тысяч звучит, ну да, мы стали циничными, но 7 тысяч звучит не очень много, потому что, опять-таки, более тысячи ликвидированных оккупантов каждый день, об этом отчитывается Генштаб. В целом, как вы считаете, да, ну какие основные задачи могут перед ними поставить, перед этими севернокорейцами, то есть будут ли это штурмовики или, ну, в общем, насколько действительно они могут какую-то роль, такую ключевую сыграть на театре боевых действий? Называются цифры от 7 до 12 тысяч, это в краткосрочной перспективе, что кто-то уже в России поблизости от Украины, кто-то на подходе. С одной стороны, если мы сравниваем с общей численностью всей российской группировки, прямо или косвенно задействованы в Украине, принято считать, что это 500-600 тысяч человек. Но 500-600 тысяч человек это не на вступлении фронта боевых частей. 500 тысяч, 600 тысяч это и технари, и логистика, и тылы, и так далее, и так далее, и находящиеся в Крыму, и находящиеся где-нибудь в Ростовской области. Так вот, 12 тысяч, давайте для простоты возьмем, это 2% от этой группировки. Но здесь есть пару но. Во-первых, надо полагать, что не особо, может быть, корейцы, кстати, послали в этом контингенте каких-то, как принято их называть, инженерные войска. На самом деле, вариант стройбата, который будет где-то там трудиться на стройках поблизости от линии фронта. Я не исключаю это. Но если не так, то надо полагать, что они в основном послали тех, кого можно отнести к боевым частям. То есть, их тогда процентная составляющая возрастает заметно, если мы говорим о тех, кто воюет. Для локальной точки, но очень важной, это может быть очень существенное количество. Я напомню, что украинская армия, осуществляя свой памятный успешный прорыв в Курскую область, согласно данным, например, которые озвучил немецкий генерал, и которые выглядят очень здраво и логично, задействовало около 6 тысяч человек непосредственно в Курской области, еще несколько тысяч человек непосредственной поддержки. То есть, ну давайте, грубо говоря, 10 тысяч человек. Так вот, это 10 тысяч человек достигли серьезного результата в Курской области, и мы говорим о сопоставимом контингенте со стороны корейцев. Дальше я предполагаю, у меня тут нет никакого знания, что раз Ким посылает какой-то контингент, речь идет по меркам Северной Кореи, довольно обученных людях, причем слаженных частях или слаженных даже соединениях, может быть, это дивизия, я не знаю, как это выглядит. То есть, речь не идет о каких-то новичках, которых призвали в армию, через неделю отправили в армию, это было бы странно. То есть, они хотят, во-первых, как я могу предположить, корейцы, ну, понятно, что оказать услугу Путина, Путину, должны избежать, минимизировать потери, как ни крути, им тоже не нужны лишние потери, они хотят приобрести какой-то дополнительный боевой опыт и дать какой-то результат. Значит, для того, чтобы все это более-менее соблюсти, желательно послать тех, кто довольно боеспособен. То есть, по сравнению с теми россиянами, которые приходят по контракту в армию, обучаются несколько недель и идут воевать, я думаю, что речь идет в среднем о более обученных, на личностном уровне и слаженных подразделениях. Другое дело, что у них нет боевого, я скажу, что это боевые части, у них нет боевого опыта. Даже если они интенсивно тренировались, понятия не имею, как они тренировались в отношении реалий войны, войны между Россией и Украиной. Дроны, опять-таки, одно дело тренироваться стрелять и цепями штурмовать траншеи, а другое дело понимать, с чем ты столкнешься, в частности, дроны и так далее, пиви-дроны и тому подобное. Сложно предположить. Возможно, их попытались к этому подготовить. Если нет, то... Если нет, тем хуже для них. Но мы можем, мы говорим о серьезных количествах для локального участка фронта, при том, что у России примерный набор, опять-таки, мы для сравнения набор военных по контракту от 25 до 35 тысяч человек в месяц. То есть это, в общем-то, получается декадная норма набора по контракту. Ну, не так уж много, но с учетом того, что это боевые части, что они могут быть более обученными. И вообще, для локального участка фронта это немало. Как их могут использовать? Логика говорит о том, что взаимодействие с россиянами у них не может быть хорошим. По определению. В НАТО для хорошего взаимодействия люди говорят на одном языке в прямом смысле слова. И не просто на английском, а еще и язык в военном одном языке. И это годами отрабатываются эти действия совместные. Тут понятно, что никто годами ничего не отрабатывал. Значит, с этим будет дело неважное. И они пытаются здесь шапка закидать. Значит, так как они неопытные, иди, знай, какая у них мотивация. Хотя, может быть, они идеологически обработаны и как раз довольно мотивированы. Как минимум на первом начале. Значит, было бы, вроде бы, с точки зрения, я сейчас говорю, здравого смысла, бросать их в наступление нецелесообразно. А было бы целесообразно их на более тихом участке фронта, где идут позиционные бои, либо, может быть, даже украинцы контратакуют. Впрочем, украинцы сейчас особо не контратакуют. Ну, я имею в виду глобально. Значит, что-то такое, а потом, если они себя покажут лучше, может и бросить их в наступление. А может быть, вообще Ким хочет их поберечь. Как тот же Кадыров, да? Даренному коню зубы не закладывают. Кадыровцы, например, не хотят воевать. Видимо, явно Кадыров дает, кому надо знать, что не хочет. И факт их почти нет на передовой, кроме периода начала войны, когда они думали, Киев за три дня и попали под удар. Под раздачу и некоторых отдельных случаев. Значит, у нас много неизвестных, и мы не знаем, что происходит, какие взаимоотношения между руководством России и КНД, что и как. Но вот я примерно перечислил такие логические измышления. Поживем увидим. К сожалению, долго ждать не придется. И, видимо, они вступят в бой в ближайшее время, если не уже. Что вам сказать? В свое время Северная Корея, кто бы мы говорили с вами, а кто бы мог подумать и об иранцах, и северокорейцах, и украинских реалиях. В свое время Израиль неоднократно, 10 годов, всегда говорил, что Иран является угрозой не только для Израиля, но и для всего региона, то есть и Саудов, и для других, и для всего мира. В той или иной степени это и теракты, и оружие. Северная Корея тоже самое. Об этом заявляли неоднократно. И сегодня мы видим. Кто бы мог подумать. И, кстати, Северная Корея для ближневосточного региона тоже огромная угроза. Они построили ядерный реактор сирийцам, что почти позволило Асаду получить ядерную бомбу. Они почти, они фактически создали ядерную, ракетную программу Ирана. И то, что сегодня сыпется на головы израильтян, и не только израильтян, имеет происхождение в некоторой степени северокорейское, хотя с тех пор иранцы сами много чему научились, и создали, и превзошли учителей. Северная Корея была всегда угрозой многим странам мира, даже тем, кто от нее далеки. И, как мы видим, сегодня дело дошло до вот такого абсурда. Действительно набирает каких-то иногда абсурдных абсолютно поворот и абсурдные вот в этих войнах и войну, которую за свое существование ведет Израиль, и ту войну, которую ведет Украина за собственное существование, отражая агрессию России. И вот на финал, знаете, Давид, все, конечно, мы с Верой хотим смотреть в 25-й год, и многие большие надежды возлагают, и даже на последние два месяца этого года, но на 2025-й так уж и подавно. И вот здесь абсолютно подло Daily Mail публикует материал, в котором утверждается, что, значит, такие два главных мистика, в общем, как Нострадамус и Ванга предсказали, что в следующем году нет ни мир во всем мире и совсем не то, что плохие парни окажутся за решеткой, а все военные преступники будут наказаны. Нострадамус и Ванга якобы предрекли опустошающую войну в Европе чудовищные испытания в 2025-м году. Нострадамус даже говорит о какой-то, внимание, древней чуме, которая будет даже хуже, чем враги. Конец цитаты. Философский вопрос напоследок, Давид. Есть ли у вас ощущение, что как бы так, что 25-й, да, вот, он все-таки будет для нас, для сил добра лучше, чем 2024-й? Есть ли опасность того, что действительно эти вот региональные конфликты, войны, войны, да, откровенно говоря, война в Европе, война на Ближнем Востоке, перерастут или не перерастут ли они, по вашему мнению, в какой-то, ну, глобальный, какой-то, я бы тут сказал слово на букву П, ну, в общем, какую-то глобальную катастрофу, которая может захлестнуть, ну, весь мир? По поводу глобальной катастрофы, я вообще человек такой приземленный, не склонен к особо оптимистичным прогнозам и пытаюсь на реально, когда есть какая-то реальная подоплека рассуждать, глобального, именно такого вот глобальной катастрофы и мировой войны в прямом смысле этого слова, причин, в отличие от некоторых, причин я не вижу. Все-таки сегодня ядерное оружие является серьезным сдерживающим фактором, причем со всех сторон, даже те, которые намного сильнее, и те, которые значительно слабее. Однако и того, что происходит, тем более в наших с вами странах и регионах уже немало, и нам хватает с головой. Более того, в мире идет холодная война с элементами горячей во многих других местах. Сказать, что что-то поменяется кардинально в лучшую сторону в глобальном смысле слова, исключать я не могу, но я не вижу реальных оснований, что вот так вот в глобальном смысле лучше, все станет лучше, хотя бы, чтобы кому-то стало локально лучше, как мы говорим, из сил добра. Здесь есть определенные надежды, есть определенные предпосылки, но за эти предпосылки и надежды еще нужно сражаться, и нужно преодолевать очень серьезные препятствия, как объективного, так и субъективного характера. 25-й год обещают быть тяжелым, как не видится, будем надеяться на лучшее.